День старшего поколения отмечен в календаре праздничной датой, ведь пожилые люди – это наша гордость и наше достояние. Они воспитали нас, заложили в нас фундаментальные ценности. К ним мы всегда относимся с трепетом и уважением. А потому праздник, который проходил в концертном зале открытого акционерного общества «Брест Газоаппарат», был по-особому теплым и ярким. 1 октября у нас в календаре обозначен как День пожилых людей. Такая дата, которая, наверное, напоминает нам всем о важности заботы о старшем поколении. Это повод для руководителей предприятий, организаций собрать своих бывших работников, пообщаться. Это повод для близких, чтобы уделить больше внимания. Мы сегодня здесь, на предприятии, нашим «Брест Газоаппарат», собрали ветеранский актив Ленинского района. Это представители 107 первичных ветеранских организаций района, для того, чтобы организовать им концерт, наградить самых активных и, конечно, поздравить с Днем пожилого человека. Самое главное, что, конечно, мы им хотим пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения. Мы очень гордимся ими. Это наша живая история. И мы, конечно же, их очень любим и ценим. Их энтузиазму, бодрости и энергии порой может позавидовать даже молодежь. Это люди, которые прошли огромный жизненный путь и теперь могут делиться опытом. Каждый из них – это кладезь мудрости и рассудительности, заботы и умения размеренно наслаждаться жизнью. Наше государство, наше общество нашло возможность отдавать дань уважения всем людям, которые внесли огромный вклад в развитие нашей просветающей Белоруссии. Ветераны – это как раз та когорда людей, которая может сегодня передать огромный опыт молодежи, показать, как надо любить Родину, как надо относиться к ней и что делать сегодня для ее дальнейшего просветания. Сегодня пенсионером является каждый четвертый житель нашей страны. Пожилые брещане всегда отличались своей активной жизненной позицией. Большинство настойчиво опровергает навязанное общество мнение о том, что такая возрастная категория уже менее мобильна. Государство, в свою очередь, поддерживает ветеранов, разрабатывая специальные программы и организовывая мероприятия, экскурсии и соревнования, в которых старшее поколение охотно принимает участие. Мы в этот день чествуем наших ветеранов. И этим самым мы даем дань тем людям, которые своим трудом заслужили это уважение, которые экономически способствовали развитию нашего региона. Я хочу сказать, что наши ветераны очень ценят то, что государство относится просто по-особому к нашим ветеранам. Это доступность социальных услуг, медицинских услуг, даже внимание, как вы видите, по наполняющему нашему залу и по улыбкам, которые приходят люди, они рады, что о них помнят, о них заботятся, что они не остаются один на один после того, как оставили свою трудовую деятельность. Глядя на них, не скажешь, что это старички, которые замкнулись в четырех стенах, принимают участие во всех начинаниях, которые организованы и районом, и городом. Сегодня подрастающее поколение активно взаимодействует с представителями Совета ветеранов. Молодежь с жадностью впитывает знания более опытного поколения и делится своей энергией. Объединившись с представителями Белорусского Республиканского Союза молодежи, ветераны интегрируют актив и демонстрируют единство и сплоченность общества. Я хочу сказать, что действительно это праздник, праздник элегантного возраста. Люди, которые уже в этом возрасте, они хотят внимания, которое мы и получаем. Не только от районного совета ветеранов, но и городского. И хочу сказать, чтобы люди не боялись этого возраста, потому что молодость дается многим, а старость избранным. И вот действительно нас ценят, уважают. Мы еще работаем и чувствуем себя в коллективе. И большое спасибо и государству, и нашему городскому совету ветеранов, районному. Они всегда с вниманием к нам относятся. Умение трудиться, несмотря на физическую усталость, быть заботливым, уделяя внимание каждому члену семьи, являться твердой опорой, быть социально значимым и полезным для общества, сохраняя в себе главные истины простой человеческой жизни. Все это под силу только вам, наши дорогие ветераны. Я Нина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста. Новости Бреста. Новости Бреста. Новости Бреста. Новости Бреста. Новости Бреста. Продолжение следует...